Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции – реальные газы и жидкости. Вопросы, которые мы сегодня рассматриваем. Первый вопрос – силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Второй вопрос – уравнение Вандервальса. Третий вопрос – изотермы Вандервальса и их анализ. Четвёртый вопрос – внутренняя энергия реального газа. Перейдём к первому вопросу. Модель идеального газа, используемая в молекулярно-кинетической теории газов, позволяет описывать поведение разрезенных реальных газов при достаточно высоких температурах и низких давлениях. При выводе уравнения состояния идеального газа размерами молекул и их взаимодействия друг с другом пренебрегает. Повышение давления приводит к уменьшению среднего расстояния между молекулами, поэтому необходимо учитывать объём молекул и взаимодействие между ними. При рассмотрении реальных газов, свойства которых зависят от взаимодействия молекул, надо учитывать силы межмолекулярного взаимодействия. Они проявляются на расстояниях меньше или равно 10 мм вверх. И быстро убивают при увеличении расстояния между молекулами. Такие силы называются короткодействующими. Через 20 веке по мере развития представлений о строении атома и квантовой механики было выяснено, что между молекулами вещества одновременно действует сила притяжения и сила отталкивания. На рисунке А приведена качественная зависимость сил межмолекулярного взаимодействия от расстояния Р между молекулами, где ФО – это сила отталкивания, ФП – это сила притяжения, а Ф – их результирующая сила. Силы отталкивания считаются положительными, а силы взаимодействия отрицательными. На расстоянии Р равно Р0 результирующая сила Ф равняется 0, то есть силы притяжения и отталкивания уравновешивают друг друга. Таким образом, расстояние Р0 соответствует равновесному расстоянию между молекулами, на котором бы они находились в отсутствии теплового движения. При Р меньше Р0 преобладает силой отталкивания, то есть Ф больше 0. При Р больше Р0 – сила притяжения, то есть Ф меньше 0. На расстояниях Р больше 10-9 степени метра межмолекулярная сила взаимодействия практически отсутствует, то есть приближается к нулю. Элементарная работа дельта А силы Ф при увеличении расстояния между молекулами на ДР совершается за счет уменьшения взаимной потенциальной энергии молекул, то есть дельта А равно ФТР и равно минус ДДТ. Из анализа качественной зависимости потенциальной энергии взаимодействия молекул от расстояния между ними, показанного на рисунке Б, следует, что если молекулы находятся друг от друга на расстоянии, при которой межмолекулярная сила взаимодействия не действует, то есть Р приближается к бесконечности, то потенциальная энергия равняется нулю. При постепенном сближении молекул между ними появляется сила притяжения. Ф меньше 0. Некоторые совершают положительную работу, то есть дельта А равно ФТР больше 0. Тогда согласно первой формуле потенциальная энергия взаимодействия уменьшается, достигая минимума при Р равно Р0. При Р меньше Р0 с уменьшением Р силы отталкивания, Ф больше 0 резко возрастает и совершаемая против них работа отрицательная, то есть дельта А меньше 0. Потенциальная энергия начинается тоже резко возрастать и становится положительной. Из данной потенциальной кривой следует, что система из двух взаимодействующих молекул в состоянии неустойчивого равновесия, то есть когда Р равно Р0 обладает минимальной потенциальной энергией. Критерием различных агрегатных состояний вещества является соотношение между величинами П-минимум и КТ. По минимуму наименьшая потенциальная энергия взаимодействия молекул определяет работу, которую нужно совершить против сил притяжения для того, чтобы разъединить молекулы, находящиеся в равновесии. КТ определяет удвоенную среднюю энергию, приходящую на одну степень свободы хаотического, то есть теплового движения молекулы. Если по минимуму намного меньше КТ, то вещество находится в газообразном состоянии, так как интенсивное тепловое движение молекул препятствует соединению молекул, сближившихся до расстояния Р-ной. То есть вероятность образования агрегатов и молекул достаточно мала. Если образование агрегатов из молекул, если по минимуму намного меньше КТ, то вещество находится в твердом состоянии, так как молекулы, притягиваясь друг к другу, не могут удалиться на значительное расстояние и колеблются около положения равновесия определяемого расстоянием Р-ной. Если по минимуму равно КТ, то вещество находится в жидком состоянии, так как в результате теплового движения молекулы перемещаются в пространстве, обмениваясь местами, но не расходясь на расстоянии, превышающие Р-ной. Таким образом, любое вещество в зависимости от температуры может находиться в газообразном, жидком или твердом агрегатном состоянии. Причем температура перехода из одного агрегатного состояния в другое зависит от значения по минимуму для данного вещества. Например, у инертных газов по минимуму мало, а у металлфиликов. Поэтому при обычных температурах они находятся в соответственном газообразном и твердом состоянии. Как уже указывалось, для реальных газов необходимо учитывать размеры молекул и их взаимодействия друг с другом. Поэтому модели идеального газа и уравнение Клаперона-Неделеева, то есть ПВМРТ, для моля одного, для моля газа, описывающий идеальный газ, для реальных газов непригодны. Учитывая собственный объем молекул и силы межмолекулярного взаимодействия, голландский фингик Ван дер Вальс вывел уравнение состояния реального газа. Ван дер Вальсом уравнение Клаперона-Неделеева введены две поправки. Первый – это учет собственного объема молекул. Наличие сил отталкивания, которое противодействует прониктовению занятой молекулой объем, других молекул, сводится к тому, что фактически свободный объем, в котором могут двигаться молекулы реального газа, будет не ВМ, а ВМ-Б, где В – это объем, занимаемый самими молекулами. Объем В равен учет веренному собственному объему молекул. Если, например, в сосуде находятся две молекулы, то центр любой из них не может приблизиться к центру другой молекулы на расстоянии. Меньшее диаметро Д молекулы – это означает, что для центров обеих молекул оказывается недоступным сферический объем радиуса Т, то есть объем, равный 8 объемам молекулы, или учет веренному объему молекулы в расчете на одну молекулу. Второе – учет притяжения молекул, то есть действие сил притяжения газа приводит к проявлению дополнительного давления на газ, называемого внутренним давлением. По учислению Вандер-Вальса внутреннее давление обратно пропорционально квадрату молярного объема, то есть П' равно, отделенный на ВМ в квадрате, где А – это постоянная Вандер-Вальса, характеризующая силой межмолекулярного протяжения, то есть в молярный объем. Вводя эти поправки, получим уравнение Вандер-Вальса для моля газа, то есть П плюс А, деленное на ВМ в квадрате, умножаем ВМ минус В, и оно равняется РТ. Для произвольного количества вещества газа, с учетом того, что В равно Нью ВМ, уравнение Вандер-Вальса имеет уже следующий вид. Здесь поправки А и В постоянные для каждого газа величины, определяемые опытным путем. Записывается уравнение Вандер-Вальса для двух известных из опыта в состоянии газа и решается относительно А и В. При выводе уравнений Вандер-Вальса сделано целый ряд упрощений, поэтому оно также не смог приближать, хотя и лучше. Согласуется с опытом, чем уравнение состояния реального газа. Уравнения Вандер-Вальса не единственные уравнения, описывающие реальные газы. Существуют и другие уравнения. Для исследования поведения реального газа рассмотрим изотермы Вандер-Вальса. Кривые зависимости от ВМ, определяемые уравнением Вандер-Вальса второй формулой для моля газа. Эти кривые рассматриваются для четырех различных температур, то есть, которые показаны на рисунке 2, имеют довольно своеобразный характер. При высоких температурах, то есть, Т, когда больше ТК, изотерма реального газа отличается от изотермы идеального газа, только некоторым искажением ее формы, оставаясь монотонно, с падающей кривой. При некоторой температуре ТК и на изотерме имеется лишь одна точка перегиба К. Эта изотерма называется критической, соответствующая ей температура, критической температуры. Точка перегиба К называется критической точкой. В этой точке касательная к ней параллельна оси Аптиз. Соответствующие этой точки объем ПК и давление ПК называются также критическими. Состояние с критическими параметрами называется критическим состоянием. При низких температурах изотерма имеет вольнообразный участок. Сначала монотонно опускаясь вниз, затем монотонно поднимаясь вверх и снова монотонно опускаясь. Для пояснения характера изотерм приобретаем уравнение Ван дер Вайса 2 к виду. И оно показано как формула 1. Уравнение 1 при заданных П и Д является уравнением третьей степени относительно ВМ. Следовательно, оно может иметь либо 3 вещественных корня, либо 1 вещественный и 2 мнимых. Причем физический смысл имеет и вещественные положительные корни. Поэтому первому случаю соответствует изотермой при низких температурах одному значению давления по Азии, второму случаю изотермой при высоких температурах. Рассматривая различные участки изотермой при Т-меньше ТК рисунок 4, видим, что на участках 1,3,5,7 при уменьшении объема ВМ давление П возрастает, что естественно на участке 3,5 сжатие вещества приводит к уменьшению давления. Практика же показывает, что такие состояния в природе не осуществляются. Наличие участка 3,5 означает, что при постепенном изменении объема вещества не может оставаться все время в виде однородной следы. В некоторый момент должно наступить скачкообразное изменение состояния и распад вещества на две фазы. Таким образом, истинная изотерма будет иметь вид ломанной винии 6,7,6,2,1. Часть 7,6 отвечает газообразному состоянию, а 2,1 – жидкому. В состояниях, соответствующих горизонтальному участку изотерма 6,2, наблюдается равновесие жидкой и газообразной фазы вещества. Вещество в газообразном состоянии при температуре ниже критической называется паром, а пар, находящийся в равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным. Данные выводы, следующие из анализа уравнения Вандервальса, были подтверждены опытом иерландского ученого Эндрюса, изучившего изотермическое сжатие углекислого газа. Отличие экспериментальных и теоретических изотерм заключается в том, что превращение газа в жидкость в первом случае соответствует горизонтальному участку, а во втором – полнообразные. Для нахождения критических параметров подставим их значение в уравнении 1 и запишем в виде, то есть как на уравнении 2. Здесь символ им для простоты опускаем, поскольку в критические точки все три корни совпадают и равны ВК, то есть уравнение приводится к виду 3 или к следующей форме, которую показано решение. Так как уравнения 2 и 3 соответственны, то в них должны быть равны и коэффициенты при неизвестных соответствующих ступене, поэтому можно записать, что критические параметры зависят от постоянных Вандервайсов. Решая полученное уравнение, мы можем найти критические параметры, то есть они зависят от постоянных ступ А и В. Если через крайние точки горизонтальных участков и месяцев изотерм провести меню, то получится колоккообразная кривая, которая должна быть конкретной. Ограничивающая область уфазных состояний вещества, это кривая и критическая изотерма, делится диаграмму ПВМ под изотермой на три области. Под колоккообразной кривой располагается область уфазных состояний. Слева от нее находится область уфазных состояний, а справа область пара. Пара отличается от остальных сообразных состояний тем, что при изотермическом жарке претерпевает процесс жижения. Газ же при температуре выше критической не может быть превращен в жиркс, ни при каком давлении. Сравнивая изотерму Вандервайса с изотермой Эндрюса, который показан на рисунке 4, это верхняя кривая, видим, что последняя имеет прямолинейный участок 2,6, соответствующий двухфазным состоянием вещества. Правда, при некоторых условиях могут быть реализованы состояния, изображаемые участками Вандервайса в изотерме, которые показаны 5,6 и 2,3. Эти неустойчивые состояния называются метастабильными. Участок 2,3 изображает перегретую жидкость, а 5,6 – это перенасыщенный пар. Обе фазы ограниченно устойчивы. При достаточно низких температурах изотерма пересекает ОСВМ. Переходя в область отрицательных давлений, то есть нижняя кривая, на которой показаны рисунки 4, вещества под отрицателем давлений находятся в состоянии растяжения. При некоторых условиях также состояние, также состояние реализуется. Участок 8,9 на нижней изотерме соответствует перегретой жидкости. Участок 9,10 растянутой жидкости. Теперь мы будем найти внутреннюю энергию реального газа. Складывается из кинетической энергии тепловое движение его молекул, потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Потенциальная энергия реального газа обусловлена только силами притяжения между молекулами. Наличие сил притяжения приводит к возникновению внутреннего давления на газ, то есть, который мы нашли, по штриху, это А, деленное на ВМ2. Работа, которая затрачивается для преодоления сил притяжения действующих между молекулами газа, как известно, из механики, идет на увеличение потенциальной энергии системы, т.е. дельта А равно дельта П, или дельта П равно А, деленное на В в квадрате этого, откуда П равно минус А, деленное на ВМ. Знак минус означает, что молекулярные силы, создающие внутреннее давление по штрих, являются силами притяжения. Учитывая оба слагаемые, получим, что внутренняя энергия моля реального газа, ВМ равно СВТ минус А, деленное на ВМ. Расчет с повышением температуры и увеличением объема. Если газ расширяется, без тепла неоносокружающей сфидой, т.е. как агебатический процесс, и не совершает внешней работы, т.е. дельта А равно 0, то на основании первого начала термодинамики получим, что У1 равно У2. Следовательно, при агебатическом расширении без совершения внешней работы внутренняя энергия газа не изменяется. Равенство 6 формально справедливо как для идеального, так и для реального газа, но физический смысл его для обоих случаев совершенно различен. Для идеального газа равенство У1 равно У2 означает равенство температур, т.е. Т1 равняется Т2. Т.е. при агебатическом расширении идеального газа вакууме его температура не изменяется. А для реального газа из равенства 6, учитывая, что для моля газа У1 равно СВТ1 минус А деленный на В1 и, соответственно, можно найти У2. Из этого получаем, что Т1 минус Т2 равно А деленный на СВ в скобке 1 деленный В1 минус 1 деленный на В2. Так как В2 больше В1, то Т1 больше Т2. Т.е. реальный газ при агебатическом расширении вакууме охлаждается. При агебатическом сжатии вакууме реальный газ нагревается. Мы заканчиваем лекцию. Перейдем на вопросы для закрепления. Первый вопрос. Чем отличается реальный газ от идеального? Второй вопрос. Каков смысл поправок при выводе уравнения Вандервальса? Третий вопрос. Напиши уравнение Вандервальса для моля газа. Четвертый вопрос. Какое состояние называется критическим? Пятый вопрос. Формула внутренней энергии реального газа. На этом мы заканчиваем сегодня лекцию. Спасибо всем за внимание.